Мы работаем сначала с вещественными числами. Ребята, понимаете ли вы, что символ Гильберта любых, кстати, это не только для вещественных, это в любом поле, что АВ равняется АС квадрату В для любого С неравного 0. Потому что здесь А и П исходим к коэффициенту, и все, что нужно знать от этого коэффициента, равен ему великим. От того, что мы его домножим или разделим на С, ничего не изменится. Так, хорошо. А вещественные числа, если можно домножать на квадрат, чем по сути друг от друга отличаются? Как вы считаете? Представьте себе, мы не различаем вещественные числа, которые отличаются друг от друга в квадрат раз. Тогда по сути, какие бывают вещественные числа? 1 и 0. 1 и 0. Нет, 0 не бывает. Там я специально потребовал, а и вы не были. Минус 1. 1 и минус 1, конечно. Господа, когда у вас есть любое положительное вещественное число, то вообще-то оно является квадратом. Курень квадрата может дозвлекать своего числа вещественного положительного. Поэтому сейчас, на самом деле, меня интересует такой символ вещественного. 1, 1. 1. Минус 1. И минус 1. Минус. Ой, да еще. Все понимают, что А, Б, Р, М, Б, А. В общем, опять-таки, в любом поле. Потому что, ну как, переставить неизвестное, от этого же ничего не изменится. А, Б, Р, М, Б, А. Отлично. Так, так сколько же это будет? 1, 1, сколько? 1. Это не просто это единица. А, опять-таки, в любом поле 1, Б, это 1. Просто посмотрите на определение. Вы можете в качестве З взять 0, а в качестве Х взять 1, если А равно 1. Это в любом поле. Так, хорошо. А это сколько?